На туристическом рынке Казахстана появились новые звезды. В Алматы завершился республиканский конкурс, который так и называется «Звезда туризма». В нем участвовали 250 компаний из разных городов, но в финал вышли только 12. Знаменитости в жюри оценивали умения руководителей турфирм рекламировать себя и популярные направления. Победитель получил 3 миллиона тенге. На туристическом шоу побывал корреспондент КТК Денис Брагин. Новые звезды в туристическом рынке. Два месяца назад самые смелые, самые активные турагенты пришли в звездную компанию «Компас», чтобы принять участие в конкурсе и завоевать титул «Звезды туризма». И вот состоялся суперфинал. До него дошли 12 руководителей туркомпаний из разных регионов. Участники презентовали одну из популярных среди казахстанцев стран. Некоторые, чтобы воссоздать атмосферу курорта, выводили на сцену Алматы театра животных. Важнее декораций и костюмов было умение прорекламировать отдых и зарекомендовать свою фирму. Оценивали выступления известные казахстанские путешественники и селебрити. Девчата молодцы. Ну не только девчата, кстати, был парнишка. Между прочим, очень сильно запомнился. Уверенностью и артистизмом, кстати. А девчата ничем не отстают от наших представителей шоу-бизнеса, потому что они держались настолько уверенно, настолько артистично, настолько классно вели беседу с ведущими. Сначала из 250 заявок путем голосования в интернете отобрали 60 участников. Они почти месяц осваивали мастерство самопрезентации, учились развивать личный бренд и продвигать его в соцсетях. После тестирования отсеялись еще 48 кандидатов. Конкурс организовал крупнейший туроператор Казахстана «Компас» в рамках международной выставки «Туризм и путешествия». Конкурс был объявлен в марте. Это наш эксперимент. То есть «Компас» всегда на протяжении всей своей истории инвестировал в развитие местного кадрового потенциала. Сотрудничал с вузами, сотрудничал с начинающими агентствами. Конкурс был объявлен в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, там, где у нас есть офисы. Главный приз – 3 миллиона тенген. Такие мероприятия нужно проводить чаще, чтобы даже небольшие казахстанские турфирмы могли громко заявить о себе, говорят в гости. Развитие туризма – это действительно одно из тех важных вещей, которые я считаю, что нужно сейчас сделать. То есть не только государству, но и в то же время всем объектам размещения, всем курортом, отелем, абсолютно всем. Если в этом направлении мы будем идти, я думаю, нас ожидает вообще светлое будущее. Пока члены жюри подсчитывали баллы, зрителей радовал своим творчеством всемирно известный тенор Александра Софина. Позже огласили имена призеров. Обладательница третьего места получила два авиабилета бизнес-класса в любую точку мира. Единственному в конкурсе мужчине, завоевавшему серебро, вручили путевку на двоих в Турцию. Ну а 3 миллиона достались Нургуль Есимхановой из Павлодара. Остальным суперфиналистам подарили дорогую косметику. Денис Брагин, Сергей Ковтун, КТК, Алматы.